Прикладывайте сюда, зеленый уголочек загорается, забирайте билетик. Современные технологии в действии. Валидаторы для безналичной оплаты проезда появились в трамваях, которые следуют по 20 и 22 маршрутам. Пассажиры говорят, система удобная. Я думаю, что удобно. И быстро, и недавно. Хотя и кондуктор помогает, конечно, нам, но все-таки удобно. Аппараты распознают банковские и транспортные карты, в том числе и социальные карты, по которым ездят пенсионеры. Также можно приложить к устройству смартфон с установленной платежной системой. Валидаторы – хорошее подспорье и для кондукторов. Облегчают работу, особенно в час пик. Нам, конечно, будет удобнее с валидаторами работать. Во-первых, то, что очень трудно в час пик перебегать с вагона на вагон. И для пассажиров это будет удобно, и для нас удобно. Всего для самарских трамваев закупили 214 новых валидаторов. Ими оборудовали 67 вагонов. Сейчас пассажиропоток составляет от 190 до 205 тысяч человек в день. При этом порядка 80% платежей за проезд идет именно безналичным способом. Это связано не только с тем, что так быстрее и удобнее. Проезд, оплаченный картой, обходится дешевле. И по-прежнему, если у пассажира не окажется карты, он сможет заплатить за проезд наличными кондуктору. Установка валидаторов никоим образом не влечет сокращение наших кондукторов, потому что они нам нужны, валидаторы не умеют работать с наличными, ну и плюс кондуктора также оказывают какие-то консультативные услуги, потому что некоторые не умеют пользоваться, у кого-то телефон не сработал, чек не выдал. Поэтому ни один кондуктор не был сокращен. В этом году валидаторами оснастят и трамваи, которые следуют по маршруту номер 24. Также аппараты появятся в городских троллейбусах. В первую очередь на машинах, работающих на 13 маршруте. Также планируется установить аппараты на 22 новых троллейбуса, поставка которых ожидается летом. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.